МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снова время новостей на нашем телеканале в студии Алиси Кайряк. Здравствуйте. Для начала расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. На фоне оппозиционных протестов конкурс на должность председателя высшей судебной палаты провалился. Однако удалось назначить вице-председателя высшего совета магистратуры и председателя апелляционной палаты. Эксперты утверждают, что таким образом глава государства пытается усадить в эти кресла послушных людей. С момента возвращения в парламент Штепана Гацкана поведение депутата-социалиста вызывает лишь жалость. Такое заявление сделал депутат от ППДП Александр Слуцарь, согласно словам которого Гацкана постоянно кто-то сопровождает в коридорах законодательного органа. Прошла всего одна ночь после того, как десятки сельхозпроизводителей вышли на протест, требуя поддержки государства, как власти сегодня уже вышли с обещаниями. Премьер заявляет, что были определены фонды для частичного покрытия потерь аграриев, вызванных градом и засыпой. Государство должно выплатить 7500 лев каждому гражданину, серьезно пострадавшему от экономического кризиса. Данная инициатива принадлежит лидеру политической партии Шор Илону Шору, который предлагает решение, из каких источников следует взять на это средство. Далее все это и многое другое подробно. Конкурс на должность председателя высшей судебной палаты не состоялся. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. Тем не менее, Высший совет магистратуры назначил нового вице-председателя ВСП и утвердил кандидатуру Владислава Клима на должность главы апелляционной палаты Кишинева. К слову, решения были приняты на фоне протестов, организованных оппозицией, представители которой выразили возмущение некоторыми кандидатами, предложенными на руководящие должности. На должность председателя высшей судебной палаты претендовали Лилиана Катана, одна из тех, кто поставил точку в деле экс-премьера Влада Филата и Анатолий Циркан, который был в составе судей, вынесших окончательное решение по делу бизнесмена Вячеслава Платона. Однако никто из представленных кандидатов не набрал необходимого количества голосов, чтобы стать главой ВСП. В связи с этим Высший совет магистратуры объявил повторный конкурс. По информации, опубликованной юристами по правам человека, как Катана, так и Циркан среди судей, чьи судебные решения неоднократно становились объектом рассмотрения в Европейском суде по правам человека. Вместо этого ВСМ решил избрать Надежду Тома на должность вице-председателя высшей судебной палаты. Кандидатуру для назначения на 4-летний срок должны одобрить в парламенте. Надежда Тома входила в коллегию, которая оставила в силе приговор 9 лет лишения свободы бывшему премьер-министру Владу Филату. В то же время члены ВСМ утвердили кандидатуру Владислава Клима на должность председателя апелляционной палаты Кишинева. В 2018 году именно он оставил в силе решение суда первой инстанции об отмене выборов примара Кишинева. К слову, заседание ВСМ проходило на фоне протестов. Представители партии «Действия Солидарность» выразили возмущение по поводу кандидатов и устроили флешмоб с плакатами «Дадон является промоутером коррумпированных судей». Бывший министр юстиции Алиса Стаматия охарактеризовала решение ВСМ как способ партии социалистов решить свои проблемы на выборах. «Пока суд до дела, социалисты получили своего человека в апелляционной палате, который поспособствует результатам выборов, если что-то пойдет не так. А между тем, кто знает, сколько еще судеб будут разрушены коррумпированными судьями», написала Алиса Стаматия на странице в социальной сети. Депутаты от платформы «Достоинства и правда» Александру Слуса и Дину Пленгеу вошли в зал заседания и передали кулек, похожий на тот, который президент Игорь Дадон получил в видеозаписях, появившихся в СМИ, и отметили, что до принятия решения члены ВСМ должны помнить, что они делают. Отвечая на вопрос нашего корреспондента, пресс-секретарь главы государства Кармена Стерпу написала сообщение, в котором говорится, что администрация президента приняла к сведению начало предвыборной кампании Майя Санду и сожалеет о том, что, находясь у власти, лидер ПДС не получила выгоду из того, чем впечатляет общественность. Члены ВСМ еще не отреагировали на обвинения политиков, а глава пресс-службы ПСРМ Ирина Астахова в беседе с нашим корреспондентом отметила, что если партия решит прокомментировать заявление оппозиции, она сообщит об этом позже. Президент страны хочет любой ценой назначить на должности людей, у которых нет стержня, чтобы в результате все служили одному хозяину Игорю Дадону. Такое заявление сделал эксперт по конституционному праву Тео Кырнац после того, как Высший совет магистратуры 28 июля утвердил кандидатуры нового вице-председателя ВСП и председателя апелляционной палаты Кишинева. Окончательные решения о назначении принадлежат главе государства и парламенту. Мы пытались получить комментарий от пресс-секретаря президента Кармена Стерпу по данному вопросу, но она не ответила на наш телефонный звонок. По словам эксперта в области права, президент страны Игорь Дадон хочет поставить преданных ему людей на ключевые посты в судебной системе. Президент Дадон хочет любой ценой назначить на должности людей, у которых нет стержня, и как результат имеющих дар прислуживать своему хозяину Дадону. Эксперт утверждает, что некоторые люди, которые претендуют на должности глав ВСП апелляционной палаты, не совсем подходят под требования этого конкурса. Лица, подавшие документы на посты председателей и вице-председателей высшей судебной палаты и апелляционного суда, остались в общественном мнении теми людьми, которые приняли некоторые компрометирующие их решения, которые способствовали проигрышу Молдовы в ЕСПЧ. Тео Кырнац заявил, что судебная власть в Республике Молдова, даже такая хрупкая, как сейчас, должна действовать правильно и не рассматривать политические дела по указке Дадона. Судебная власть должна осуществлять правосудие, а не выносить приговоры и судебные решения по указанию президента Дадона и не служить инструментом в уголовных делах, заведенных на политических оппонентов, заставляя их эмигрировать из Молдовы, в то время как другие люди, у которых за спиной более серьезные преступления, назначаются на ключевые должности в Республике. Тео Кырнац не исключает, что новый состав Высшего совета магистратуры, за который недавно проголосовали со скандалом в парламенте и который жестко раскритиковала оппозиция, поддержит намерения Игоря Дадона в этом отношении. Еще о происходящем на политической арене страны. Партия Шорх требует, чтобы государство обеспечивало единовременную выплату финансовой помощи гражданам, наиболее пострадавшим от экономического кризиса. Об этом заявил лидер партии Илон Шорх на своей социальной странице, где он подчеркнул, что людям нужна реальная поддержка, а не пустые обещания, которыми ограничивается власть. По словам лидера политической партии Шор Илона Шора, финансовая помощь в размере 7500 леев должна быть выплачена пенсионерам и работникам частных предприятий, которые пострадали от кризиса, вызванного пандемией. Деньги должны быть выделены из резервного фонда правительства, где, по словам депутата, накоплено более 11 миллиардов леев. Пенсионерам их около 600 тысяч нужно выплатить по 2000 леев за каждый месяц чрезвычайного положения, то есть по 4000 за два месяца. Итого 2,4 миллиарда леев. 650 тысяч человек, занятых в частном секторе, должны получить по 5500 леев за месяц. Почему такая сумма? Потому что это минимум, чтобы прокормить семью. Итого еще 7,15 миллиардов леев. В общем, получается 9,5 миллиардов. Еще 2 миллиарда остается в резерве. Написал Илан Шор на своей социальной странице. Председатель партии Шор заявил, что выплата разовой помощи может сбалансировать ситуацию в условиях, когда, по прогнозам Международного валютного фонда, экономика Молдовы сократится на 4,5%. Покупательная способность будет расти, а с ней восстановится торговля, промышленное производство и импорт. Как следствие, вырастет производительность и конкурентноспособность предприятий, что позволит увеличить экспорт. В страну поступит больше иностранного капитала, отметил Илан Шор. Илан Шор также заявил, что Кабмин во главе с ОНОМ КИКУ, показавший свою некомпетентность, должен уйти в отставку. Заместитель главы пресс-службы правительства Марина Нани не ответила на наш звонок, чтобы прокомментировать вышесказанное. И о помощи агрария. Правительство выделит фермерам около 300 миллионов леев, чтобы частично покрыть ущерб, вызванный засухой и градом. Из них 100 миллионов будут выделены из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности и 200 миллионов из фонда интервенции правительства. Об этом во вторник заявил премьер-министр ОНОМ КИКУ во время пресс-конференции. Поводом для нее стал вчерашний протест, организованный аграриями из Штефанводского и Каушанского районов. В понедельник они заблокировали сельскохозяйственной техникой Национальную трассу, будучи недовольны тем, что власти не помогают им в создавшейся кризисной ситуации. По словам премьер-министра, в этом году урожай пшеницы, ячменя и рапса был фактически поставлен под угрозу. Из 415 тысяч гектаров зерновых культур пострадало почти 200 тысяч, что составляет более 60%. По словам Иона КИКУ, чтобы частично покрыть ущерб, нанесенный фермером, правительство выделит около 300 миллионов леев. Мы приняли решение выделить из фонда интервенции правительства еще 100 миллионов леев на эти цели. Соответственно, суммы будут удвоены. То есть для посевного гектара в итоге у нас будет 1080 леев, для гектара озимой пшеницы – 1000 леев, для озимого ячменя – 1020 леев, для озимого рапса – 1400 леев. Ущерб, нанесенный градом, также будет частично покрыт. 100 миллионов леев будет выделено на уничтоженные плантации. Также премьер-министр погрозил пальцем фермерам, которые вышли на протест в понедельник, прося помощи у государства, и предложил им не поддаваться влиянию политиков. Похоже, что решение правительства, принятое через несколько часов после протеста, не обрадовало сельхозпроизводителей и фермеров, вышедших на протест. Один из них сказал нашему корреспонденту, что даже удвоенные субсидии, заявленные Ионом Кику, не покроют их убытки. Можете ли вы представить, сколько это покроет потерь? Почти ничего, менее 10%. Сможем ли мы возобновить всю экономическую деятельность с нуля, на 10%? Не сможем. На эти деньги мы не сможем даже закупить зерна пшеницы. Они говорят про миллионы с экранов телевизоров, и люди думают, что нам выдают колоссальные суммы, но это не так. Эти деньги даже не покрывают наши расходы на посевную пшеницу. Напомним, аграрии Штефанводского и Каушанского районов заблокировали в понедельник сельхозтехникой трассу Кишинев-Каушаны. Они просили у властей финансовой помощи, потому что из-за засухи потеряли в этом году около 80% ожидаемого урожая. И в продолжение темы проблем сельхозпроизводителей. Более 10 лет Михай Бурка из коммунной Карпинины Ханчевского района вынужден был зарабатывать за рубежом, чтобы вернуться на родину и открыть собственный бизнес. Более миллиона леев вложил фермер в животноводческую ферму и уже более шести лет не может вернуть свои инвестиции. Несмотря на то, что Михай Бурка работает сутками напролет, его труд не ценится ни государством, ни теми, кто занимается переработкой молока и предлагает слишком низкую цену за литр продукта, жалуется фермер. Михай Бурка проработал 12 лет в Италии. В 2014 году он вернулся в Молдову с мыслью, что деньги, которые удалось скопить, станут основой для открытия малого бизнеса. Решил вложить средства в животноводческую ферму для разведения крупного рогатого скота. История успеха началась скромно – с 12 коров и ветхого помещения. Сегодня у нас 47 голов. У нас есть 8 телят, оставленных для разведения, чтобы обновить породу. Став фермером-предпринимателем, Михай Бурка забыл о выходных и праздниках. Здесь нужно находиться постоянно, ежедневно. Эту профессию выбирают не все, а лишь те, у кого хватает смелости. Несмотря на то, что фермер вложил в это дело много сил и все свои сбережения, он утверждает, что его бизнес прибыльным не становится. И все потому, что цена за литр молока, которую платят те, кто занимается переработкой продукта, не покрывает всех расходов. Я думаю, что нужно еще 10 лет для того, чтобы вернуть эти деньги. Это очень тяжело. Я хочу сказать, что я делаю двойную работу за одни и те же деньги. Я работал один раз, вложил их, и теперь я с трудом пытаюсь их вернуть. Сегодня цена 6,5 леев, но этого недостаточно. Должно быть по крайней мере 8 леев с моей точки зрения, а может и 10, почему бы нет. В этом году еще и засуха нанесла удар по фермерским хозяйствам. Все поля, засеянные кукурузой, а их более 100 гектаров, пострадали от жары. Посмотрите, что происходит с землей, когда нет дождя. Год сухой, и кукуруза стала вот такого цвета. Она высыхает, и я не смогу ничего сделать даже из кукурузных рельсов. Если мы не будем поливать, у нас не будет урожая. Михаил Борко уверен, что фермерам было бы легче справиться с проблемами даже в таких сложных условиях, если бы государство их поддержало. Нам говорят, что государство дает некоторые субсидии. Я не знаю, что они там дают, но я думаю, что производителям нужно, чтобы каким-то образом субсидировали цены за литр молока, а также другие методы. Последние годы сократилось количество крупного рогатого скота. Люди не содержат хозяйство, потому что это экономически невыгодно. Представители Министерства сельского хозяйства утверждают, однако, что в этом году заводчикам крупного рогатого скота, овец и коз, возможно, будут предоставлены дополнительные субсидии. В настоящее время фермеры получают инвестиционные субсидии на основе документов о строительстве ферм, оснащении их оборудованием, приобретении животных. На основании доказательств того, что они владеют животными, они смогут получать деньги за количество голов, которые есть в содержании. Сумма будет рассчитана на каждого животного. Если один содержит 100 животных, он будет получать больше, чем тот, у которого их 50. Документ должен быть утвержден, и Министерство финансов должно дать оценку сумме, которую мы запланировали. Согласно статистике, за первые шесть месяцев этого года количество коров сократилось на 14,5 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в 2019-м, в период с января по июнь, в стране было зарегистрировано чуть более 94 тысяч крупного рогатого скота, то в этом году это количество уменьшилось до почти 80 тысяч. Перейдем к теме пандемии. Еще пять человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Речь идет о четырех женщинах и мужчине в возрасте от 46 до 83 лет. Общее число смертей от коронавируса в республике достигло 753 случаев. Кроме этого, еще у 367 человек тесты на коронавирус оказались положительными за последние сутки. На данный момент в Молдове подтверждены 23 521 случаи заболевания COVID-19, а количество вылечившихся достигло 16 462. В то же время 435 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также стало известно, что с 28 июля граждане Молдовы могут въезжать в Болгарию. Однако только при условии наличия негативного теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Болгарии. Справка, подтверждающая проведение теста, должна быть составлена на английском языке. И по традиции о ситуации на планете. Пандемия коронавируса COVID-19 в мире усиливается, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения. По его словам, за последние шесть недель число заразившихся удвоилось. ВОЗ назвала нынешнюю пандемию самой тяжелой чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Глава организации считает, что избежать вспышки коронавируса или взять ситуацию под контроль удалось Австралии, Вьетнаму, Германии, Камбодже, Канаде и Китаю. Он напомнил, что главными мерами по борьбе с распространением COVID-19 остается изоляция заболевших и контактировавших, тестирование и лечение. Пандемия привела к резкому росту загрязнения окружающей среды одноразовыми изделиями, в том числе масками, защитными перчатками и флаконами из-под дезинфицирующих средств. Об этом говорится в докладе, опубликованном конференцией ООН по торговле и развитию. Только мировые продажи одноразовых масок выросли с 800 миллионов долларов в 2019 году до 166 миллиардов в 2020. В результате социального дистанцирования резко возросло ежедневное количество доставок продуктов питания на дом, завернутых в многочисленные упаковочные материалы, что также привело к увеличению объемов пластиковых отходов. В Саудовской Аравии 28 июля начинается хадж для паломников в Мекку и Медину. В этом году из-за пандемии в нем смогут принять участие лишь около тысячи человек. Для его участников введен ряд ограничений. Им предписана социальная дистанция, повышенные гигиенические меры и ношение масок. Камни, используемые в рамках обряда побивания шайтана, будут обрабатывать антисептиком. Также паломникам будет запрещено прикасаться к мусульманской святыне Кааби. Ранее в хадже принимали участие от двух до двух с половиной миллионов мусульман со всего мира. Пандемия и дипломатический конфликт между Китаем и США заставили инвесторов вкладывать в золото. В понедельник цена на него подскочила до исторического рекорда в 1945 долларов за тройскую унцию. В обычной ситуации драгоценные металлы, в частности золото, не самый привлекательный актив, потому что он не приносит дивидендов или процентов. Однако в беспокойные времена его цена растет. Всего с начала года золото выросло в цене на 28%. В Великобритании зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом у кошки. Предположительно, животное заразилось COVID-19 от своих хозяев, у которых вирус был выявлен ранее. И владельцы, и их питомец уже вылечились. Главный ветеринарный врач Великобритании заявила, что заражение животных не вызывает беспокойства. Обычно они выздоравливают в течение нескольких дней. Напомним, ранее положительный результат на COVID-19 у кошек регистрировались в США и России. Вернемся в Молдову. Цитата. Гацкан и в туалет ходит с фуркулицей. О том, что депутата-социалиста постоянно сопровождает председатель фракции ПСРМ, рассказал вице-спикер парламента Александр Слусарь, представитель фракции платформы «Достоинство и правда» в эфире передачи «Молдова. Зидези» на нашем канале. По его словам, с тех пор, как Гацкан вернулся в парламент и сменил свое кресло во втором секторе на место в первом ряду, рядом с Корнилией в фуркулице, его поведение вызывает жалость. Сам Штефан Гацкан говорит, что он абсолютно независим своей парламентской деятельности. Депутат от платформы «Достоинство и правда» Александр Слусарь говорит, что с тех пор, как Штефан Гацкан вернулся в парламент, к нему практически невозможно подойти. Никто из депутатов, кроме социалистов, не может этого сделать. Он ходит с господином фуркулицей, представителями госохраны. Он не произнес ни слова. Я внимательно смотрел, когда это шоу было в парламенте, с выламыванием дверей, ссорами с прессой. В какой-то момент он закрыл уши руками, и мне даже стало жалко его. Вероятно, он сто раз пожалел о том, что пошел в политику, особенно с Додоном. Слусарь говорит, что Гацкан даже не имеет права на реплику, так как вместо него отвечают на вопросы социалисты. Все это время он сидел в парламенте как манекен. В комиссиях я понял, что он кое-что говорил, но на пленарном заседании парламента он словно зомби, обкуренный. Депутат-социалист Штефан Гацкан, с которым связался наш корреспондент, эти обвинения отрицает. Говоря о давлении в парламенте, Александр Слусарь рассказал и о том прессинге, который существует в отношении политических оппонентов, так как, по его мнению, его телефон прослушивается. Я убедился в том, что мой телефон прослушивается. Ничего не изменилось со времен Плохотнюка. Те же методы, возможно, иногда и хуже. И СИП, и НЦБК, многие органы были преобразованы в политическую дубинку, строго контролируемую Додоном, потому что он знает, что это последний и единственный элемент и рычаг, благодаря которому он может выиграть президентские выборы. Другие уже исчезли. Это последняя надежда этого несчастного вождя. В продолжении этого депутат от политической партии ШОР юрист Денис Уланов отметил, что Игорь Дадон подмял под себя государственные институты, в том числе и деятельность парламента, узурпировав тем самым власть государства. Парламент, безусловно, должен играть наиболее важную роль и наиболее серьезную роль, чем это происходит сегодня, молчаливо соглашаясь на все то, что происходит, и подмятие под себя президентом, который, согласно той же конституции, играет фактически номинальную роль в нашей стране, и узурпация власти, которая сегодня происходит, вот как раз вот такая узурпация должна являться предметом парламентского контроля и действий служб безопасности, а не наоборот. Мы попытались получить комментарии главы государства, однако пресс-секретарь президента Кармана Стерпу не ответила на наш звонок. Ранее она говорила, что не комментирует заявление оппозиции. Далее новости столичной жизни. Муниципальные советники Кишинева от политической партии ШОР Валерий Клименко и Сергей Бургуджи подали заявление в прокуратуру по борьбе с коррупцией и с требованием возбудить уголовное дело в отношении советника от ПСРМ Василия Киртока. Его обвиняют в том, что, пользуясь поддержкой фракции, к которой он принадлежит, социалист завладел землей, принадлежащим муниципию и нанес ущерб столичному бюджету. По словам муниципальных советников от партии ШОР, сделки по приобретению земли площадью 8 соток были совершены через предприятие, в котором муниципальный совет Кишинева владеет 40% уставного капитала, а принадлежащая Василию Киртоге компания контрольным пакетом акций. Советники неоднократно сигнализировали об этой проблеме и, как они заявляли ранее, обратились в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности советника-социалиста. Передали прокуратуру антикоррупции пакет документов, заявление, подписанное нами, с требованием возбудить уголовное дело по тем фактам, которые мы сформулировали и которые подтверждаются теми документами, которые мы предъявили сегодня вместе с нашим заявлением. Муниципальные советники утверждают, что в результате этой сделки бюджет столицы пострадал более чем на 4 миллиона леев. Представители партии ШОР утверждают, что будут настаивать на том, чтобы вернуть собственность граждан Кишинева. Мы не потерпим нарушения прав кишиневцев и мы не потерпим тех злоупотреблений того роста, которое многие годы процветало в примарии в муниципальном совете Кишинева. Есть документы, которые следуют о том, что муниципальному бюджету нанесен серьезный ущерб, материальный ущерб, и мы хотим, чтобы этому факту была дана должная правовая оценка. Официальный документ с заявлением двух советников был получен представителями прокуратуры, что подтверждается подписью на пакете документов. Мы попытались связаться с членом муниципального совета Кишинева от ПСРМ Василием Киртоковым, но он не ответил на наши звонки, чтобы дать нам комментарии. Напомним, около двух месяцев назад муниципальный советник от политической партии ШОР Валерий Клименко предложил отстраниться социалиста Василия Киртока от должности председателя комиссии по строительству, архитектуре и земельным отношениям при мурии Кишинева. Инициатива была озвучена во время заседания муниципального совета столицы. По словам представителя партии ШОР, Киртока позволяет себе злоупотреблять статусом советника в личных целях, тем самым нарушая законные интересы жителей главного города страны. В то же время Клименко попытался создать комиссию по расследованию этого случая, но его предложение было заблокировано большинством муниципальных советников. Продолжим выпуск новостями из регионов. Жители города Басарабяска жалуются, что местную центральную дорогу отремонтировали очень плохо и ямы неровности на ней в порядке вещей. Но больше всего возмущены водители, которые говорят, что несмотря на то, что 3,5-километровый участок дороги был отремонтирован 4 года назад, в некоторых местах на автомобиле практически невозможно проехать. Они обвиняют Министерство экономики и инфраструктуры в том, что проблема не решается годами. Ремонтные работы на приблизительно 3,5 километрах дороги в данном населенном пункте обошлись государственному бюджету в 14 миллионов евро и были завершены в 2016 году. Тем не менее, жители говорят, что они сразу заметили, как плохо дорогу заасфальтировали. И более того, они неоднократно сообщали о проблеме, но безрезультатно. Сегодня то, что сделано, совершенно не красит наш город, потому что при любых непогодных условиях дорога превращается по бокам в реки и грязи. Но она совершенно не соответствует, наверное, критериям, по которым она должна быть. Жители города утверждают, что они обратились с просьбой провести экспертизу к представителям государственной администрации дорог. Результата не последовало. Поэтому более четырех лет всем приходится ездить по так называемой «новой дороге» по выбоинам и неровностям. Там очень плохие дороги. Я сам водитель. И даже буквально сегодня я и в Чедерлуге был, и в Камраде был. Там везде все делается. А у нас постоянно вот такая непонятная неразбериха. Постоянно вот там провалится, там что-то случится, там попробую не заплатить страховку или техосмотр. Водители обвиняют представителей Министерства экономики и инфраструктуры в плохом ремонте дорог и говорят, что устали от пустых обещаний. Как вы фотографируете, увидите. Дороги обычно очень плохая. Вам трудно здесь? Конечно, трудно подъезжать, нечищены. Трудно, да, конечно. Все не особенно реагируют, потому что говорят, что это дорожная служба. Да, что это дорожная служба, что это их не касается. Государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый сообщил, что впервые слышит об этой проблеме, а местные власти его об этом не уведомляли. В то же время, госсекретарь пообещал отправить рабочую группу для мониторинга ситуации. И об обратной ситуации. Начались работы по ремонту дорог, находящихся в ведении Аргеевского районного совета. Первый участок, который будет отремонтирован в рамках проекта и на который выделено около 2 миллионов леев из районного бюджета, это маршрут, ведущий к Комуни Пятра. Местные жители поблагодарили районных советников, отметив, что в скором времени больше не придется передвигаться по ямам. По словам председателя Аргеевского районного совета, в рамках этого проекта около 10 участков асфальтных дорог будут отремонтированы, еще 10 отремонтируют в белом варианте. Работы уже начались на трассе, ведущей к Комуни Пятра, где в порядок приведут около 4 километров. Районным советом было выделено около 2 миллионов леев. Уже прошла процедура открытых торгов, и мы фактически находимся в стадии выполнения работ, которые начались в конце июля и будут продолжаться до начала октября. Жители Комуни Пятра довольны тем, что наконец им не придется ходить и ездить по ямам. Дорогу давно не ремонтировали, а если и ремонтировали, то только ямы, и после первого дождя все смывало. Очень сложно передвигаться, особенно на транспорте. Вы увиливаете от одной ямы, попадаете в другую, и часто диски теряются. Невозможно передвигаться. Я даже не помню, когда в последний раз была отремонтирована дорога. Мы благодарны за начало ремонта дороги, потому что действительно было невозможно передвигаться по этой дороге. Исполняющий обязанности примара населенного пункта подчеркнул, что дорогу не ремонтировали многие годы и воспользовался возможностью, чтобы поблагодарить руководство района за это решение. Этот участок дороги, который соединяет Комуни Пятра с Аргеевым и остальной частью района, не ремонтировался в течение нескольких лет. Для нас важно отремонтировать эту часть дороги. Мы хотели бы поблагодарить председателя района Дину Цуркану, районный совет, госпожу Марину Таубер и других людей, которые приняли такие решения. По словам ответственных лиц, в рамках проекта также будут благоустроены тротуары, косметически отремонтированные участки дорог, соединяющих разные населенные пункты района, а также участки на въездах в некоторые села. Таким был этот день. Далее вас ждет еще прогноз погоды в Молдове не только на 29 июля. Я же Олеся Коряк на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь и далее на нашем канале. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Среду практически на всей территории страны ожидается солнечная жаркая погода. Так ясное небо и 34 градуса жары обещают в столице. А в Адобричанах вероятен кратковременный дождь, температура воздуха составит 31 градус выше нуля. В Бельцах воздух прогреется до плюс 33 безоблачно. Далее везде солнечно. В Сороках и Флорештах обещают 33 градуса со знаком плюс. В Леушенах столбики термометров поднимутся до плюс 34. 34 градуса жары обещают также в Аргееве, Унгенах и Дубоссарах. Плюс 34 будет в Тирасполе и Кагуле. В Камраде же воздух прогреется до плюс 35. Далее расскажем о погоде за рубежом. Солнечно и плюс 33 в Бухаресте. Также небо ясное и 32 градуса выше нуля в Киеве. В Москве же вероятны кратковременные осадки и 28 градусов выше нуля. В Лондоне пасмурно и 23 градуса тепла. В Мадриде же 38 градусов жары и ясное небо. В Париже плюс 26 и также солнечно. 34 градуса со знаком плюс безоблачно в Риме. В Берлине переменная облачность и всего плюс 21. Солнечно и 35 жары обещают в Афинах. КОНЕЦ КОНЕЦ